друзья всем привет вчера вечером получила очередную партию корейцев вот сейчас дождалась утра дня и снимаю видео чтобы солнышко было чтоб получше был окрас потому что без света мой телефон вообще ну тупит тупит так ну поехали значит сейчас наверно сначала расскажу о тех которые я знаю название просто некоторые названия я забываю но на вида 3 и поэтому вот расскажу пока то что то что под рукой то что вижу да хочу сказать сразу что многие из этих растений они были заказаны то есть девушки писали что мы хотим такие такие растения просто на общий список это все заносила с пометкой фамилии с пометкой контактов и потом искала и отписывалась людям что есть вот где-то те-то по такой по такой цене но и кто был согласен тот тому я привозил растения но можно могу сказать еще то что привозила также если были привозила также аналоги потому что растение все интересные ну конечно вот то что сейчас лежит они здесь на потянулись в дороге потому что стресс они получили громадный они ехали больше двух недель и скорее задохнулись вот моя хотелочка которую я хотела вот наверное с нее давайте начнем она пришла очень гнилой прям вот листья у нее был прям целый ряд подгнивший но я думаю ничего страшного вот листья вот до сюда были у нее и весь этот ряд отвалился даже не один на два и возможно отвалится еще вот эти которые желтоватенькие но может быть и останутся конечно видно что розетка потянута ну него не особо критично сейчас я ее выставлю на солнышко но опять же не на яркое солнце потому что яркое солнце естественно такую потягушку сразу сожжет однозначно буду постепенно приучать притенять когда даст корни тогда выставлю на улицу пока она без корней на будет стоять на полке буду тут она на глазах будет буду за ней наблюдать за ней еще за несколькими которые заказывал для себя not сожалению те которые заказывал для себя вообще не было аналогов то есть вот они были в одном экземпляре постараюсь привести если будут еще найду если кому-то захочется потому что растение очень интересные прям прям очень-очень это эхиверия боб джоли я когда еще заказ делаю в корее я всегда ищу фото в интернете чтобы сравнить с фото продавца что вырастает у людей но и когда посмотрел что вырастает у людей при мне очень захотелось у меня есть одна такая тоже салатовая яркая хиверия симуланс варегата вот она вот это вот она так знаете разбавляет коллекцию делает ее веселей и вот я такую зеленушку еще захотела вообще зеленые конечно не разбавляют потому что зеленые они тоже бывают разных оттенков с коричневым окрасом с коричневатым там с каким-то с беловатым ну в общем разные оттенки бывают у зеленых хиверия они тоже очень классно смотрятся и вот я захотела себе вторую зеленушку вот это вторая хиверия которую я себе заказала я сразу увидела что она вот какая-то нездоровая ну голова час у нее начала нормальная расти но вот эти нижние листья средние листья они у нее видите у меня такое было когда как вот сюда занесу чтобы лучше было видно вот смотрите у меня такой был вот красным эти полосы у меня такое было когда трипс жжал растение вот возможно она тоже была кем-то погрызена ну я на это как бы не обратила внимание то есть обратил внимание но все равно я и захотела себе она очень с мощным налетом она похож на гибрид лау не знаю у меня есть страничка где можно посмотреть гибриды лау подгляжу то может быть найду но сейчас конечно тяжело будет найти потому что она не понять какой формы эти листья погрызены красноватый оттенок но все-таки попытаюсь и я сначала думала что это хиверия тирамису ну вот сейчас меня терзают смутное сомнение что тирамису но все равно розетка очень интересная но несмотря даже на ее стоимость я ее взяла но и в нее влюбилась просто я такая на прям классная на лед сползает я вот ее вынимал из коробки у меня руки все стали сразу белые как от лау когда лау берешь в руки и все равно вот зацепишь и все равно рука остается белый так и вот с этой хиверии то же самое это хиверия лапин но это тоже моя 2 как я говорю 2 2 2 экземпляра не было сариночка там на ней лежит в общем когда я стала смотреть фотографии в интернете по этому растению первые фотки которые я увидел они конечно ну восторг у меня вызвали красивое растение сейчас она потянутое но все равно в ухоженном состоянии на очень красиво но по когда я дошла еще до одной фотографии я просто вот я была готова ее взять за какие-то там запаснословные деньги потому что вот та фотография которую я увидела она просто меня привела в неописуемый восторг я не знаю будет на такое или нет потому что не знаю может быть это условие содержания может быть все таки не знаю от чего это зависит но такая фотка это просто бомба это это не растение просто я не знаю вот я добавляю эту фотографию я знаю у меня на есть я ее добавляю вот посмотрите какая красота просто но невероятная красота я не знаю я не знаю как еще описать эту фотографию какими словами возможно у меня на такая не будет потому что эта фотография с какого-то там с иностранного сайта возможно это жаркие страны и опять же может быть тех же корейцев корейцы у них свой секрет выращивание хиверий и они добиваются ярких окрасов не так как мы у них своя технология которую они держат в секрете ну все равно посмотрю посажу посмотрю что с не будет это хиверий low lens is чуть потянуты розетки но не критично сейчас она очень быстро восстанавливается знаю по своей очень очень быстро восстанавливается очень быстро набирает окрас очень быстро принимается начинает расти я ее постоянно привожу потому что она красивая и хочу чтобы у людей тоже была такая красота люди ее любят я ее люблю сейчас покажу вам свою каждый раз ее показываю но и как бы она каждый раз изменяется вот моя вот сейчас она такая очень быстро розетка растет сажала я ее не знаю когда может быть в апреле наверное маленькой розеточкой вот то что из нее получилось и в горшке пятерки растет прет и красуется смотрите какая она яркая просто вот ну корейская технология а это без света без солнца но слегка она здесь голубей она не такая голубая она знаете больше ближе к сиреневому цвету особенно вот в центре прям максимально голубой цвет ну краснота вот такая есть вот она такая красная на конечно у меня в жестких условиях содержится видите вот листики засыхают я на это не обращаю внимание я сейчас вынула эти горшки они уже стоят минут 20 дожидаются видео и все равно до сих пор они горячие а были они просто огненные и вот она такая вяленькая вяленькая вся смотрите вот она примут как тряпочка но сегодня нужно мне их полить потому что солнце жарит нещадно это иониум варегатный забыла название название написано но как бы нет времени смотреть друзья боюсь солнце уйдет этот иониум приехал под заказ вот тут чуть-чуть отсушил листики ну ионимы такие тонколесные дорогу переносит именно так потом они восстанавливаются наращивают макушку ионимы тоже хорошо растут но растут они начинают свой рост ближе к осени сейчас они находятся в полу стагнации потому что они большую жару не переносит но это как бы уже заложено у них на генетическом уровне даже если летом не жарко все равно они не растут потому что потому что они знают что сейчас лето и что сейчас может быть жарко но вот такой красавчик варегатный цвет он потерял будет он центр у него будет зеленый зелено-белый а края листьев и кончики листьев будут такие вишневые вообще обалденные у него это тоже 2 ионим лилипат тоже офигенный ионим смотри смотри ириша какие у тебя две розеточки просто вот он необыкновенный он даже не похож на ионим можно сказать что это их и вере потому что листья толстые такие жирные мясистые бархатистые на солнышке переливаются блестят но вообще прям конфета просто конфета вот такой кустик пришел двойной я бы сказал даже не очень дорого для такого растения красивый порой зеленые суккуленты еще намного привлекательнее чем цветные замечательный это эхиверия мэри бель это вот эхиверия из подвида пухлолистных и с налетом у меня есть наподобие хиверия тинбургер вот она точно также растет ну отличаются розетки окрасом отличаются они формой листьев чистотой листьев то есть на каких-то розетках листьев и листьев больше чаще они расположены на каких-то реже но вот смотрите тоже она не тянется просто ехала в посылке просто раскинула листики сейчас ее посадить она быстренько окраситься быстренько начнем жирнеть это я уже знаю вот по этой розетке вот по этой этой хиверия тинбургер сейчас возьму в руки и покажу поближе тоже достаточно хорошо адаптировалась быстро центр розетки у нее будет сереневатый сейчас палящее солнце и вот смотрите даже у нее кончики вот черненькие это ожоги солнечные но не выносят они таких ожогов у корейцев они тоже такие прям с обожженными бляшками многие растения но все равно она миленькая такое жирненькая пузатенькая вообще обалденная сейчас еще покажу 1 хиверия тоже же из этой же серии будет она расти приблизительно вот такой розеткой ну немножечко форму листьев конечно другая и центр у нее будет малиновый вот это вот этот малиновый цвет он просматривается даже через пухлость розетки вот она этой хиверия хиверия сноубани обалденная вот листики тоже немножечко раскинулись вот смотрите этот розоватый оттенок он сохранится в розетке и будет присутствовать постоянно даже тогда когда она будет закрытая даже когда у нее листики все будут в кучке все равно вот этот вот розоватый малиновый оттенок он будет ярких и его будет видно все время мусор на ней одну розетку я показала их несколько вот такая красота это без солнца смотрите какой у нее налет ну прям красавица и хиверия миксенсис зарагоза тоже достаточно нарядная розеточка острые носики приятный такой розовый цвет нижние листики ближе к оранжевому здесь розоватые эти колючки колючки в зависимости от от освещения будут от красного до почти что черного здесь вот видно сейчас приближу постараюсь кончики у нее чернеют ну классная розетка классное растение и растет она небольшой то есть такой прям лошадью она не будет прям это мой размерчик это пахифитум св фревел ну такой вот пухлячок двойное растение на одной ноге двойной у нее стволик и такие пухленькие листики симпатичный ставлю фоточку каким он будет каким может быть и каким он есть у людей красавчик я конечно всех дырежет рейстиков обожаю такие мимишные прям так их и съесть хочется прям откусить и кофейком запить листик это их и верия симуланс девушка посмотрела увидела у меня мое растение которое я показывала и захотела себе такое его чудо я его нашла вот именно прям даже почти что в таком виде но правда побольше эта розетка я привозила первый раз прям совсем малышей это значительная такая прям увесистая розетка и цвет такой классный вообще она конечно нежнятинка вот это вот этот сорт нежнятинка вот мой не стала его доставать тянусь вот сидят они у меня там две близняшки одна побольше другая поменьше но растут на солнце очень медленно очень и очень вот я уже показывал в каком-то видео не знаю может быть я еще даже не загружала я уже запуталась сняла большую кучу нужно обрабатывать практически всю коллекцию отсняла на нужно обрабатывать нет времени и вот вот такая розеточка они обе сожгло их и его их солнце но все равно они там сидят держатся белеют у этой розетки старые листья а молодые растут такие нежно-зеленые и налет у нее тоже достаточно плоть плотных это эхиверия с налетом красота это эхиверия розы квин одну розетку привозила под заказ классная такая вообще вообще классный сорт мне очень он нравится я сажала тоже видео рассказывала в обзоре своих было стало сажала маленькую очень маленькую такую розетку она долго у меня сидела принималась хотя вот большие головы которые были ее сестрами из одной куртины они очень быстро дали корни а моя прям думала над месяца полтора ну вот принялась моя начала расти сейчас я покажу вам как моя сейчас розетка выглядит ну вот такая такое интересное строение видите форме розочки листья так плотно растут друг дружки прилегают и сверху смотришь прям роза и сбоку смотришь вроде как бутон розы но классная вот моя розетка ну она конечно маленькая раза в три меньше чем то я еще до такого размера расти наверное целый год но ничего ну вот она начала окрашиваться сейчас на солнце листики стали розоветь принялась когда принималась была прям полностью зеленая когда только пускала корни и все розетки которые вот без корней они обеспечиваются сначала когда начинают приниматься когда начинают питать влагу они конечно обесцвечиваются когда они нарастят корневую систему уже пойдет процесс окрашивания у них вот такая красотулечка это две розетки полидонис мехико я эту розетку увидела наверное где-то в начале или в середине зимы просто увидела фотку я в нее влюбилась но я же вообще обожаю полидонис а это какой-то необычный полидонис обалденный вот я себе завела такую розетку по моему два раза я привозила таких и вере и и вот сейчас тоже одна розетка приехала под заказ замечательная я не знаю вот что про нее можно сказать вот тоже самое листики видите это говорит о том что розетка не тянется на то есть раскинула листья без света но ствол у нее не увеличился это говорит о том что она не тянется сейчас покажу свою вот моя но красота же правда я от нее балдею кому-то не нравится кто-то прям но я вот от такой розетки прямо в восторге такие кончики такие темные на сейчас на солнце вообще начала окрашиваться вот я снимала ее наверное в обзоре недели назад и она такой яркой не было вот сейчас солнце светит максимально и прям на глазах она темнеет сжимается ну чудесное просто чудесно и вот у нее листья даже знаете такие вот не гладкие как у обычный полидониса вроде как какие-то с выемками что ли нот неровные у нее листья вот можно посмотреть глядеться вот смотрите как вот с выемками один больше 2 поменьше вот как ямки на листочках классная вообще обалденная это без солнца вот такая это гигант монро оранж вот из тонколистных но таких и среднелистных с тонколистных классикой является наверное полидонис все-таки потому что такая розетка ну прям мать-мать всех ахиверий а из толстолистных мне кажется вот монро оранж это тоже классика вот эта классика приехала я не знаю сколько в ней грамм ну прям мамонт ну куда ты пришла белка это белка вот прям такие громадные розетище очень большие очень я не знаю сколько в них сантиметров наверное 10 будет может быть 9 и так как они толстолистные то она очень увесистая вот такой поросенище просто ну жирный но классный но я вообще люблю монро вот мой монро это тот страдалец который сначала приехал не понять какой формы вытянутые не похожий на монро вот сейчас эти листья больные уже остались далеко в прошлом вот наверное самый последний из этих листьев а эти уже все наросли ну достаточно быстро растет хорошо жирнеет не тянется я прям вообще кайфую от него такой поросеночек у меня прям такая хрюша милая это грабтоверия пинк рус тоже такая ну чудесная малышечка но не особо на малышечка ну по сравнению с монро который сейчас я показываю конечно на малышечка и вес у нее значительно меньше но все равно увесистая такая прямо ощущается потому что у нее вот листики такие достаточно пухлые цвет обалденный налет вообще но обалденная обалденная розеточка грабтоверия пинк рус да кстати поедет она в москву к молодому человеку у него очень классная коллекция любит он очень растения я вообще восхищаюсь парнями которые занимаются растениями но не знаю прям знаете прям сразу мне кажется что вот эти люди они добрые они отзывчивые потому что ну не каждый мужчина согласитесь будет что-то прекрасное находить в каком-то цветке вот я недавно брат двоюродный зашел я говорю посмотри какая красота где я говорю ну вот смотри живот они растут прям вот на эту полку ему показала правда вот они все были вместе он ничего особенного ну трава и трава ну вот видите это эхиверия шампань вот думаю что ж я забыла забыла принести свое но не пойду сейчас уже и даже фотки у меня ее нет но вставлю фоточку такую краденую из интернета ну красивое растение смотрите какой налет интересный на листьях вот такая она и будет только будет она по розовей замечательная замурчательная красота не тянется как все агавоидные ну поливать агавоидные нужно как я уже говорила где-то нужно их меньше поливать потому что у них очень большой запас влаги очень это граб топиталом рузби вот такой кустичек пышный такой классный такой мимимишный не тянется он всегда он красный под лампами он такой вишневый сейчас у меня его сожгло просто вот на солнце он находится и он стал рыжий рыжий тоже классный бордовый классный но вообще люблю его из за то что еще люблю что он небольшой вырастает компактный куртинкой растет и небольшой но то что нужно короче для меня кто-то любит больших и вере я тоже конечно люблю большие кусты но с моими условиями они для меня являются неприемлемым вариантом вот мой показываю его в обзоре но я все свои уже показывала в обзорах правда еще некоторые не загрузила да что же опять такое ну вот такой вот он у меня сейчас весь жался хочет пить кричит полей меня негодяйка как же тебе не стыдно сама сидишь хлеба и чай и кофе и воду вода льется я слышу а мне ни капли влаги не достается в общем совесть меня замучила сегодня буду поливать вот такая красотушка миленький горшочек 7 сантиметров не смотрите сколько у него уже детей и какой он классный друзья название даже не хочу произносить потому что я не знаю английскую транскрипцию хиверия напишу а вы там читайте кто умеет и кто знает английский потому что в немецком и в английском совершенно разное произношение мы произнесу там на свой страх и риск хиверия кремер а вы уж там меня поправьте я не обижусь потому что я знаю что что у меня английский нулевой совершенно нулевой только хэлло знаю больше ничего гудбай ну что о ней сказать можно не тянется красивая фотку вставлю для сравнения фото продавца тоже вставлю если я не выбросила его красивая розетка и растение очень такое своеобразное загнуты у него листики будут завернутые цент розетки они со временем округляются острота пропадает куда-то даже не знаю куда вот будет она невероятно интересный сейчас мы тоже интересная цвет у нее не чисто зеленый красноты тут достаточно тоже это эхиверия кремти вот с правой стороны листик отвалился он подгнил и отвалился но розетка нормальная вот смотрите замечательная то есть тут все хорошо он пожертвовал только одним листом сейчас покажу вам свою это конечно гибрид эхиверия лау розетка конечно замечательная моей уже не знаю сколько года два наверное на меня растет у меня было две таких я сажала их из детей вот две выросли я уже рассказывал видео про нее не буду сейчас повторяться просто покажу какая она у меня сейчас именно этот вид ну вот она красота да я думаю красота конечно она из больших эхиверий маленькая она не будет но все равно она очень красивая такой налет мощный у нее она желал смотрите смотрите какая красота просто вот такого небесного цвета по синей на конечно на фотке на видео так она знаете сиренево-розовая у меня она конечно покоцанная вся налетик стерт вот там у меня и семена березовые смотрите в розетке и там еще куча грязи ветер задувает в розетку но все равно она держится все равно на такая классненькая это пахи фитум baby finger здесь три отдельных черенка но продавался он как кустик маленький и я буду продавать его тоже кустиком потому что ну согласитесь делить на черенки вот посадите вы вот такое растение ну какой от него какая от него красота и когда он будет большой года через три вот у меня я рассказывала вот сидит этот baby baby finger из махонькой детки но медленно по хипитума растут вот когда он достигнет такого размера вот в семерке там еще хоть их пять штук посади поэтому я думаю что вот этой кучкой веселей будет фоточку вставлю но все наверное знают его как он выглядит у многих он есть многих еще его нет многие его хотят мимишный такой baby finger детские пальчики это эхиверия роман еще есть розетка поменьше не влезли мне в руку все я просто хотела показать оттенок вот один сорт одна пришла потемнее другая посветлей в одной красноты побольше в другой зеленцы побольше но они сейчас будут обе укореняться и обе они станут одного цвета потому что когда растение начинает питать влагу она бесцвечивается поэтому вот этот цвет сейчас ни о чем не говорит этот цвет растение начнет приобретать тогда когда уже будет укоренено яркий он нарядный красный такой классный классная это шахиверия эхиверия роман эхиверия мадлин или мадлен мадлен скорее всего ну вот такая мадлен цвет обалденный просто обалденный цвет серовато-розовый налет такой классный ну и вообще розетка будет конечно красивая по ней сейчас видно что она красивая потянулась но не страшно не страшно размерчик такой ну не маленький сантиметров 7 наверное у меня рука большая и вот на моей большой руке вот она так смотрится прям закрывает все пальцы это конечно королева тонколистных растений хиверия пинки мамка той хиверии которая с трубочками с носиками с хоботками как у слона мамка трампит пинки розетка конечно классная и вообще вид у нее классный сейчас я вам покажу свою мне на очень нравится тоже на смотрите не тянется вот листья раскинулись а ствол на месте видите листики даже не отделились это говорит о том что она не будет тянуться таких конечно растение цена на порядок выше ну и цена здесь еще за счет красоты но растет она хорошо и растет она быстро быстро она адаптируется быстро корни пускает я и довольна полностью сейчас покажу вам свою вот она моя солнце из нее съела окрас но тем не менее мы цветем цветонос у нее такой яркий как у topsy турви налетик у нее такая розеточка прям прикольная под лампами на краснеет и при перепаде температура на краснеет ну вот солнце я говорю видите она прям ее даже пожгло листья вот краешки листьев уже прям горелые все потому что не выдерживают они такого солнцепека вот горшок где стоял вот здесь на окне и он прям огненный так здесь еще полутень уже солнца нет а там представляете что творится я вообще думаю как они бедно это все выдерживают как они бедные все иной кричат плачут но я не слышу их забыла вот эту показать но это моя тоже была кстати в единичном экземпляре хиверия хэппи дэй классная и доехала вообще не потянулась чуть-чуть позеленели листья прям классная но наверное сразу с нее оборву несколько листьев пусть размножается прям обалденная вот такую розетку я считаю нужно иметь у нее и цвет и налет не вообще и качество в том плане что не тянется здоровская это эхиверия руньоне св розетка потянутая видно что она потянутая но какая она красивая я просто вот когда я ее увидела на фотке я в нее влюбилась она конечно была не дешевая но то что приехала конечно меня расстроило но все равно нас живая ничего страшного ну пусть больше времени займет на адаптацию зато у меня будет такой редкий вид я ее могу если кто-то захочет я могу ее продать у меня конечно я бы я их все хочу себе на место мало совершенно нет я не знаю влезу еще с этим количеством на свои полки потому что какую-то часть я продаю какая-то часть у меня появляется по ходу меня ничего не убавилось скорее всего еще и прибавилось вот и как бы я бы ее хотела в коллекцию иметь но я просто хочу быть уверенной что она мне влезет на полки вот если кто захочет ее я фотку вставлю продавца какой она должна быть и какой она была когда ее продавец высылал потому что высылают они фото очень свежие прям вот почти что день в день если кто-то захочет ее я ее продам по своей цене ну просто я ее даже не буду размещать кому нужно спросите сколько она стоит если кто-то захочет ее взять ну я считаю что розетка она такая будет достаточно интересная когда адаптируется когда придет в себя цвет у нее бомбический но сейчас конечно это не видно но даже сейчас это видно на вот позеленела на побледнела пожелтела но все равно видно что у нее вот краски вот эти яркие у нее они присутствуют и они у нее до конца не ушли вот друзья еще одна потягушка девушка мне заказывала две взрослые розетки у меня как бы были детки от этой хиверии она хотела взрослую розетку большую сказала я возьму себе подруги ну там не знаю кому еще вот привезите мне две хорошо я привезла две вот что приехала это их и верия пройти in pink сейчас покажу вам свою сильно на потянулась то же самое я и буду отдавать по своей цене то есть совершенно даже даже наверное дорогу не включу стоимость потому что мне их действительно негде размещать просто негде кто готов ее реабилитировать она здоровая она не гнилая все с ней хорошо ну вот она потянулась но вот у меня я хотела принести вам может быть я сдадю до того окна хотела принести вам показать хиверия сапсисилис пикоки сапсисилис с прошлого приезда тоже приехали потянутые вот прошло три недели я хотела вам показать что из них получилось обалденные они сейчас стоят розетки классные не знаю на на просто фотку вставлю уже просто времени очень много я заняла обзором этим ставлю фотку вот эту сапсисилис который я сейчас говорю пикоки сапсисилис что было и что стало постараюсь ставить фото ну и вот я думаю что и это тоже также быстро адаптируется вот моя она сейчас она стояла на задворках у меня вообще задвинута там под отливом на нее совершенно не попадало солнце и она была просто зеленая сейчас я выставила на солнышко и она начала уже набирать окрас в прошлом году это отрубленная голова в прошлом году она была обалденная просто вот она была такая красивая такой у нее был насыщенный цвет что просто какая-то персиково-сахарная она была я не знаю даже как как выразить какая она была красивая но сейчас она я думаю может быть концу осени на будет придет в себя потому что она у меня действительно замученная мне там всем место у меня хочется многого комфорт дать всем не могу ну вот она без солнца деток она тоже из-под юбки дает хорошо вот такая на миленькая мне она нравится так что если вот вы хотите эти розетки я дам вам по своей цене даже без стоимости дороги но просто чтоб чтоб чисто вернуть свои деньги затраченные на них и все но нет буду реабилитировать потом продам уже в хорошем виде вот напоследок забыла показать их и вере dark ice конечно сорт невероятно красивый невероятно дорогой для такого маленького размера я считаю ну дороговато она стоит я привозил уже однажды такие розетки хотела себе оставить но пообещала не то что обещала девушка спросила есть я написала есть мне так часто кстати бывает и когда уже пришло время отправлять посылки я поняла что я себе не оставила ну ладно и вот вот это вот одну розетку я оставлю себе а вторую заказывала девушка я привозила ее как бы для нее я и сразу сказал что мы с вами поделим эту розетку пополам вот эта розетка пришла одна из всех растений которые сегодня пришли не знаю в чем дело пришла в мучнистом червец и у нее была съедена вот и у этой головы вот внутри смотрите может быть видно будет и вот в этой голове тоже были съедены все листики и вот тема молоденькие самые они тоже черные но это знаете временное явление листики нарастут все с ней будет хорошо ну вот тоже девушки я ее отдаю по своей цене я вчера написала что вот так и так она согласилась и мы с ней делим эту грызеную розетку пополам и будем выращивать абсолютно они одинаковые близняшки прям вот с какой стороны не глянь ну знаете как мне сказала одна покупательница я возьму и больную и хромую лишь бы взять вот я тоже ее взяла и больную хромую такой цвет такой налет она будет еще ярче это конечно же не то что должно быть но она даже в таком виде шикарная ну вот последнюю забыла показать растений много вообще очень много времени заняло это эхиверия рома просто хочу показать вам что существует такой вид тоже очень интересный но его уже забрал молодой человек роман правильно должно быть именное растение как же я вот ищу ирину все никак не могу найти классная классная прекрасная ну все друзья это был обзор сегодняшнего привоза еще раз пробегусь вот так покажу все и нужно редактировать видео хоть бы а вот еще фиону забыла показать фиона тоже приедем поедет к той девушке с которой мы поделили дарка из фиона это нечто конечно же она будет такой яркой такой насыщенной просто непередаваемый цвет я свою фиону продала ирише изумрудные сюжеты ирина если ты меня слушаешь вот ты знаешь что я тебе завидую потому что мне с ней так было жалко расставаться никогда у меня теперь такая розетка еще будет прям плачу ну все друзья всем спасибо за просмотр пока пока